здравствуйте рад приветствовать вас на моем канале перед вами грецкий орех в дополнение о защите грецкого ореха поговорю в этом видео итак когда у нас огромные высокие деревья и невозможно этим опрыскивать и так далее некоторые используют мото опрыскиватели некоторые кронируют крону то есть ужимают постоянно дерево для нужной высоты это тоже трудоемко теряется часть урожая и так далее что касаемо молодого сада нужен ли обрызгивать и чем и так далее нужно если есть на то причина то есть если у вас есть вредители клещи древесница въедливая и так далее вы увидите что популяция их увеличивается то можно даже не каждый год а через один-два года применять по одной трем обработкам к примеру от вредителей тот же актелик древесницы можно и янжева даже использовать и так далее но даже можно использовать одно от всех антихрущ также тот же актелик и от личинок древесницы въедливой и от клещей разного рода также антихрущ также действует опрыскивание по листу что касаемо заболевания принято с давних времен бордовской смесью обрабатывать также есть препарат называется он свитч но мы свитчем не обрызгаем а действующие вещества этого свитча разделяем а потом смешиваем что это означает лучшее действует от многих заболеваний мучнистых роз от пятнистостей смесь хоруса с максимом на многих культурах он хорошо действует одна обработка принципе в июне месяце он дает долгий долгую защиту и хороший результат или же бордовской смесью несколько раз нужно обрабатывать самое главное подбирать устойчивые сорта потому что если большая роса частые даже в июне и так далее есть более подверженные сорта хоть может они хорошие но они сильно болеют лучше их убрать и высадить пусть даже средние сорта по урожайности и по качеству но урожай вас всегда будет чаще всего танкокоры сорта бывают более подвержены к низким температурам или к заболеваниям поэтому выбираем средние сорта по толщине скорлупы или же как говорили раньше ученые лучше выбирать орех с той местности в которой вы планируете выращивать ореховый сад это самые будут устойчивые нежели те которые вы привезете с других областей из других стран и так далее вам нужно лет шесть а то и десять за ними наблюдать и возможно выбраковывать поэтому простейшие посты простейший уход без всех обработок это это когда вы высеваете хотите прививайте а проще высевать из тех понравившихся вам форм сортов в вашем именно регионе что касаемо именно вредителей вредители тоже выбирают разные сорта это известно даже тля может больше нападать примеру на один сорта ореха или на ту же грушу и также клещ может выбирать одну или другую форму грецкого ореха или той же груши нежели другую это тоже учитывается и тоже можно так подбирать конечно же скажите нет времени на это пусть этим занимаются ученые но и ученые этим не занимаются поэтому все равно придется потерять до пяти лет чтобы выбрать самому и высадить там примеру сад если у вас 1 2 дерева дома вообще не заморачивайтесь в любое время можно вырубать дерево и сажать новое пока вы будете мучиться лет 20 с одним деревом брызать его не брызать лучше обратить внимание вашей же местности на более устойчивый орех и высадить его данном случае перед вами здесь сеянцы первые сенец реченского реченского потом идет сенец корлубецкого также здесь последний тоже реченский и маленький посередине тоже реченский корлубецкий только этот сенец и он довольно таки крупный сердцевидной формы тоже все передалось реченские тоже самое кругленькие мельче лубецкого и так далее и форма всегда говорю что у них бывает разная форма урожайность этим отличается у сеянцев размеры остаются те же если вам говорят что высадили крупные получился мелкий значит человек лично не высаживал орех а выкопал из-под ореха высаженным той же вороны которая принесла с другого дерева самое меньше что было от великана разница была в сантиметр то есть если великан 6-7 сантиметров в длину то сенец его был 5 сантиметров в длину 5-5 с половиной но все равно оставался крупным орехом это подтвердили мне те люди которые у меня покупали или которым я давал плоды чтоб они сеяли когда-то сейчас я не занимаюсь размножением грецкого ореха великан потому что орехов великан в интернете целая куча и не именно что великаны они их продают трудно бороться с конкуренцией интернет-менеджеров и так по защите к примеру реченский меньше всего повреждается кадлубецкий более влажные годы он больше болеет в более сухие он меньше болеет можно ли его присыпать можно даже если там пол дерева это тоже нужно учитывать и определять если у вас низиный участок есть заморозки поздние один-два года и вы три без урожая лучше высаживайте фундук фундук выдерживает большую минусовую температуру заморозки и так далее но фундука есть другие другая проблема это жук жук который выедает сердцевину плоды с ними тоже нужно бороться с одним-двумя опрыскивание мая июня месяце то есть каждая культура имеет свои трудности но фундук не такой большой растет и можно его использовать в качестве шпалеры подбирая соответствующие сорта для опыления в этом длительном видео хотел сделать такой обзор спасибо вам за внимание всем хорошего счастья и удачи и помните исходя из опыта ореховодов простых ореховодов а не нужно сильно тратиться на грецкий орех как ни крути это лесная культура и поэтому лучше выращивать более естественным путем прививая или высевая с со своих форм со своего региона и не нужно сильно вкладываться деньгами в него потому что возврат очень долгий прибыли а жизнь очень короткая всем хорошего счастья и удачи до свидания